МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа про всякие интересные исторические мелочи и детали. Но такие мелочи, которые в прошлом или многое значили и повлияли на ход событий почти как раздавленная бабочка в рассказе Рея Брэдбери, или они, эти мелочи, служат нам тут хорошей иллюстрацией и помогают прошлое лучше понять. Сегодня об исторических мифах, касающихся начала Великой Отечественной войны и неба. Наш эксперт говорит, что разгуляй этих мифов особливо заметен в последние лет, это 30. Какие-то из них являются порождением еще советской историографии, а какие-то мы переняли с Запада, не обратив внимания, что этот Запад ведет информационную войну и пытается при этом же переписать нашу историю. И на то внимания не обратив, что ряд немецких источников надо критиковать, а не воспринимать на веру. Ведь побежденная сторона, конечно же, пытается приукрасить историю под себя. Итак. Миф первый. Внезапное нападение. Все авиационные полки приграничных округов, начиная от Одесского военного округа и заканчивая Ленинградским военным округом, еще в два часа ночи были приведены в боевую готовность полностью. Летчики сидели в кабинах, у бомбардировщиков были подвешены бомбы, экипажи точно знали задания. Больше того, например, при Балтийске военный округ в 3.50 утра как минимум три бомбардировочных полка, там из 4-й смешанной авиационной дивизии, не буду голову просто никому вот этими цифрами и названиями назовевать, да? Взлетели и взяли курс на Кенигсберг и Тильзин. Да, командующий ВВС Прибалтийского военного округа Ионов умудрился один полк вернуть и с бомбами посадить на свой аэродром, но остальные полки свою задачу выполнили и к середине дня 22 июня стали в определенной степени героями. Значит, вот этот миф о том, что наша авиация не готова была встретить авиацию противника всеми документами, всеми воспоминаниями, за редкими-редкими исключениями, скажем так, опровергается полностью. Очень часто приводится, что у немецких летчиков был больший боевой опыт, чем у летчиков советских. Опять-таки, возьмем мемуары практически любого летчика, вот из тех, кто оставил воспоминания, да, их, конечно, не так много было, кто оставил о начальном периоде войны. Без исключения, все говорят, у командиров полков, командиров эскадрильи, замов в штабах, у многих командиров звеньев, это и в истребительной авиации, и в бомбардировочной авиации. На гимнастерках можно было увидеть ордена и медали. Ну, в Красной Армии ордена и медали за красивые глазки и просто так никому не давали. Это люди, которые поучаствовали в событиях в Испании, в Китае, на Холхенголе, в Финской войне. То есть, боевой опыт у нашей авиации и, по крайней мере, у нижних звеньев командного состава был без сомнения. При этом, да, опыт, конечно же, немножко другой, чем у Люфтлава. Здесь спорить не приходится. Но он был и воевать нашей умею. Миф третий. Устаревшая боевая техника. Я не знаю, кому так выгодно еще, в общем-то, в принципе, с советских времен. И пошло это, наверное, от конструктора нашего лауреата неоднократного там, сталинских, ленинских премий товарища Яковлева, который во что бы то ни стало хотел утопить своего основного конкурента, скажем так, поликарпа нашего земляка, чьи машины просто не шли ни в какое сравнение с машинами Яковлева, которые всю войну разваливались в воздухе, и мы, наверное, от этого потеряли летного состава ну, чуть поменьше, чем от противника. и теряли и после войны, пока полностью не перешли на цельнометаллические машины. Ну, вот, летчики 1941 года в один голос утверждают, что наши 16, особенно ТИП-17, ТИП-24, это машины выпуска 40-го, начала 41-го года, а это большая часть самолетного парка. Не просто не уступали, а во многих, ну, наверное, только задним показателем максимальная скорость, да, основному истребителю Люфтваффе, Мессершмитту, 109-му серии Е, да, серии Ф в скорости уже выступали, ну, достаточно значительно, 50-70 километров. Обыватель может не знать, простой человек, скажем так, тоже это может не знать, а об этом, конечно же, молчали, умалчивали, дело в том, что воздушный бой ведется на скоростях не превышающих 400 километров в час. Уже при 400 километров в час человеческий организм не в состоянии справиться с перегрузками. И не важно, И-16, это Мессершмитт, 109-й, или современный там, скажем, Хорнет американский, наш СУ-27-й, там, 35-й, или уж самый последний, да, при всем при этом воздушный бой будет вестись на скоростях не более 400 километров в час. То есть скорость самолета просто в этом отношении никак не важна. А с 2-го гвардейского истребительного авиационного полка Северного флота Голодников, это Сафоновский полк, один из самых знаменитых у нас на Северном флоте, да, ну, когда у него спросили, вот на чем вы предпочли бы воевать, полк получил после И-16 английский хоррикейн, либо без вариантов, конечно же, на Ишаке, потому что пока двигатели на самолетах не выработали свои ресурсы, пока летали на И-16, потери в полку были намного меньше, когда полк пересел на Хоррикейна, Китихауки, Томагавки, ну, вплоть до Копор. Причем в 40-м году Поликарпов запустил в серию глубокую модификацию И-16 и И-180. Была готова модификация еще одного истребителя, И-185, который полностью превосходил до 45-го года включительно все самолеты Люфтваффе, Мессершмитты, Фоккевульфы, до 45-го года включительно Наша машина Ла-7, это конструкторского бюро Лавочкина, в 44-м году запущенная в серию, не дотягивала по своим характеристикам до И-185. Выпущены еще в начале 60-х годов сборники боевых документов. Сборник номер 36. Он посвящен событиям первого месяца войны. По документам этого сборника легко посчитать. Советские ВВС в приграничных округах имеют 470 оперативных и стационарных аэродромов. Аэродромы, на которых ведется строительство, в это число не входят. Всем известна цифра 66 аэродромов, по которым Люфтвав в первую день нанесло удар. А нам говорят, что у советских ВВС не было площадок для маневра. Я считаю, что для наших летчиков это, наверное, самый обидный из мифов. Типа того, что большинство наших летчиков имело такой налет, что их любой немец мог сбивать пачками. 10-20 часов налета в приграничных округах, неосвоенные новые типы самолетов, и в таком духе, и в таком духе. Причем это встречается у достаточно таких, в общем-то, скажем, адекватных историков, типа Дмитрия Хазанова. В его работе можно прочитать, что у половины истребительных полков в 41-м году налет 10-15 часов. Опять-таки документы предвоенного периода сохранились. Налет менее 100 часов в приграничных округах такого практически не было. Ну, нужно было показать, почему же мы все-таки проигрывали. Вот. И вот одно из самых простых объяснений это вот это хилая немецкая авиация во всех отношениях, из которого сделали какого-то невыобразимого монстра. В следующий раз продолжим перечислять самолетные мифы Великой Отечественной. Великой Отечественной. Великой Отечественной. Продолжение следует...